До наступления нового 2020 года осталось менее 13 дней. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Я познакомлю вас с главными событиями этого дня. Сегодня в региональном парламенте состоялась заключительная в текущем году сессия, на которой были внесены поправки в окружной закон о региональном бюджете на 2019 год и принят главный финансовый документ региона на 2020 год и плановый период. Зимник на Ринмарусинск планируют сдать в эксплуатацию в конце декабря. Выездная проверка с участием государственного заказчика и подрядчика, а также представителей Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта запланирована в конце следующей недели. Сегодня на Ринмаре дан старт губернаторским елкам. Новогодние губернаторские елки пройдут в период с 19 по 21 декабря. Их посетят отличники учебы и дети, добившиеся успеха в спорте и искусстве. Об этом и других событиях дня расскажем в ближайшие 20 минут. Глава государства Владимир Путин сегодня провел большую пресс-конференцию. Она стала 15-я по счету. Почти 4,5 часа президент России отвечал на вопросы журналистов. На пресс-конференции работала и наша съемочная группа. О том, какие вопросы были адресованы главе государства, в телефонном интервью расскажет моя коллега Мария Владимирова. Тематика вопросов традиционная. Это здравоохранение, образование, жилищное хозяйство, экология, глобальное потепление, добровольство. Владимир Путин на каждый из них дал развернутый ответ, пояснив, что государство развивается. О том, что политика государства строится на народосбережение, на повышение качества жизни, на повышение реальных доходов граждан. Также он сказал, что будет развиваться медицина. Он перечислил многочисленные меры, которые будут внедряться в регионах. Также он рассказал об образовании, которое также будет развиваться. О мерах поддержки семей с детьми. Они будут расширены. И уже те, кто рожает первого ребенка и второго, смогут получать выплаты из бюджета. Сегодня в региональном парламенте состоялась заключительная в текущем году сессия, на которой были внесены поправки в окружной закон о региональном бюджете на 2019 год. Кроме того, во втором и третьем окончательном чтениях депутаты окружного собрания приняли главный финансовый документ региона на 2020 год и плановый период. Как отметила вице-губернатор Ненецкого округа, руководитель окружного профильного департамента Татьяна Лагвиненко, необходимость внесения изменений в закон об окружном бюджете на текущий год и плановый период обусловлено в том числе включением в доходную и расходную часть бюджета федеральных средств, увеличением бюджетных ассигнований на субсидии сельхозпроизводителям и предприятиям торговли. Основные характеристики утверждены по доходам в размере 22,6 миллиарда рублей, расходы 24 миллиарда рублей. Дефицит составит 1,4 миллиарда. По изменениям расходную часть бюджета были приняты рассмотрены бюджетные заявки от всех главных распорядителей бюджетных средств, в том числе направленных на финансирование расходов, которые возможно провести в текущем финансовом году до конца года. В том числе по департаменту образования предусмотрено дополнительно 24,5 миллиона рублей на выполнение майских указов по уровню зарплаты в бюджетных учреждениях и на возмещение недополученных доходов учреждениям доп. образования. По департаменту природных ресурсов увеличено на 34 миллиона субсидирование и переработки молока, на 25 миллионов субсидирование реализации мяса оленины и на 8 миллионов субсидирование на строительство объектов торговли. По департаменту здравоохранения увеличены на 57,5 миллионов рублей компенсационные социальные выплаты для многодетных семей взамен земельных участков. Комментируя принятые поправки, председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что окружной бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. Я хочу только напомнить некоторые цифры. Образование у нас финансирование порядка 6 миллиардов рублей, если точнее говорить 5,9. На культуру 1 миллиард рублей, здравоохранение 2,5, социальная политика 3,3. Фактически это то, что мы говорим, 176 мер соцподдержки. И в совокупности это примерно половина нашего бюджета. Другая часть бюджета это наши стройки, инфраструктурные проекты, о чем говорил Александр Лутовинович Цыбульский. Здесь мы тратим порядка 5 миллиардов рублей. Мы поддерживаем наших предпринимателей. Предпринимателей малый и средний бизнес. Поддержка она где-то в пределах 200 миллионов рублей. Очень важная составляющая сельское хозяйство. Здесь общая суммарная поддержка составляет порядка 720 миллионов рублей. Александр Лутовинов подчеркнул, что работа над бюджетом велась в течение всего года, с учетом дополнительных налоговых и неналоговых поступлений. Мы продолжаем решать вопросы по недопущению роста расходов населения Нинско-автономного округа. Это очень важно, потому что вся дотационная политика и адресная помощь, она у нас как была, так и будет на ближайший и перспективный период. Это связано в том числе и с коммунальными услугами, свет, тепло, вода. Вот на эти цели мы расходуем 1 миллиард 140 миллионов по прошлому году. Эта работа будет продолжена. К этой сумме в 2020 году добавятся расходы по расходам на льготы, по твердым коммунальным отходам, о чем сегодня было уже депутатами заявлено. Это новый вид расходов и весьма существенный. Поэтому сейчас заложено в бюджете порядка 200 миллионов, но на перспективу эта сумма далеко не последняя, она возрастет кратно. И поэтому мы должны понимать, что это наша общая задача, как и общегосударственная. Мы должны заботиться об экологии Арктики. На этой же сессии был утвержден главный финансовый документ региона на 2020 год и плановый период. Как отметила председатель постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету Наталья Хардакова, параметры бюджета округа на 2020 и 2019 год практически одинаковые. В прошлом году было заложено первоначально 17 миллиардов, и доходная часть, и расходная 19, и в этом году практически те же параметры. Но если в бюджете предыдущего года мы закладывали федеральные средства 800 тысяч, что в этом году, на 2020 год уже миллиард 200. И администрацией с губернатором была проделана очень хорошая большая работа. И в 2019 году практически 3 миллиарда 100 это были федеральные средства, которые, как и сказали, часть средств это 2 миллиарда, да, 2 миллиарда практически было направлено на дорогу на Ринмар-Усинск, а остальное на объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. А в этом году мы предполагаем, что такая же работа будет продолжена. Таким образом, доходы окружного бюджета в 2020 году запланированы в сумме чуть более 17 миллиардов рублей. Общий объем расходов утвержден в сумме 19,4 миллиарда. В структуре расходов окружного бюджета по функциональной классификации наибольший удельный вес в 2020 году составляет расходы по разделам образования 26% или 5 миллиардов 97 миллионов рублей. Национальная экономика 22% или 4 миллиарда 227 миллионов рублей. Социальная политика 18% или 3 миллиарда 415 миллионов рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство 10% или 1 миллиард 864 миллиона. И здравоохранение 9% или 1 миллиард 725 миллионов рублей. В целом, как подчеркнула заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко, на социальную сферу будет направлено 58% окружного бюджета. На инвестиции запланировано 2,5 миллиарда рублей, в том числе на приобретение и строительство жилья, социальных объектов, реконструкцию улиц и дорог. Бюджет запланирован в программном формате, отметила вице-губернатор. 98% средств будет направлено на реализацию 25 региональных программ. Кроме того, продолжится работа по 31 региональному проекту в рамках нацпроектов. На эти цели предусмотрено чуть более 3 миллиардов рублей. Как отметила Наталья Кордакова, после принятия законопроекта в первом чтении, работа по рассмотрению расходов продолжалась больше месяца. Очень много возникает вопросов непосредственно тем сельхозпроизводителям, которые у нас работают, малому и среднему бизнесу. Поэтому по малому и среднему бизнесу, для того, чтобы он в дальнейшем развивался, очень важно, что со следующего года, до 2020 года, для всех сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса цена на электроэнергию в сельских населенных пунктах значительно снижена. Если себестоимость практически сегодня составляет 52 тысячи рублей за киловатт, то будут оплачивать всего 8 рублей за киловатт. По сельхозпроизводителям также мы предполагаем, ну и принято у нас сегодня закон по развитию сельхозпроизводства в Ненецком автономном округе. В первом чтении мы приняли, я надеюсь, что до второго чтения, как было предложено депутатам, депутатами будет, значит, непосредственно все саккумулировано в одном законе, то есть это рамочный закон, но он будет предполагать, что вся аккумуляция и будет подробно понятно, каким образом происходить будет у нас развитие сельского хозяйства в нашем населенных пунктах. В общей сложности сегодня на сессии было рассмотрено 15 вопросов. В завершение спикер регионального парламента Александр Лутовинов поблагодарил всех за совместную работу, отметив, что очень важно администрации и депутатскому корпусу качественно отработать в следующем году, чтобы все запланированные инвестиционные программы, социальные обязательства и поддержка муниципальных образований были выполнены в полном объеме. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, телеканал «Север». Нарьинмар – город добрых воспоминаний. Под таким названием прошел вечер, посвященный памяти Инни Кашижевой. Советская поэтесса в 1964 году написала текст к известной и всеми любимой песне «Нарьинмар, мой Нарьинмар». Уже на протяжении полувека эта песня является неофициальным гимном Заполярной столицы и узнаваема во всех уголках страны. Александра Литкова продолжит. Эту песню про Нарьинмар хорошо знают не только в Нинницком округе. Для нарьинмарцев и особенно людей старшего поколения эта песня не просто олицетворяет любовь к родному краю, тундре, родным местам. Для каждого она особенная и у каждого с ней связаны свои теплые воспоминания. Это было в июле 1965 года. Мы ехали в отпуск в город Благовещенск, на Амуре. Рядом через Амур, примерно на таком расстоянии, как Нарьинмар от Йокуши, даже от Кирпичного, город Хэйхэ китайский. И вот вышли мы из самолета, собираемся на машину садиться. И вдруг звук про Нарьинмар. Оглянулись молодежная группа, вышли из автобуса и поют песню «Нарьинмар, мой Нарьинмар». Инна Кажешева – яркая, самобытная представительница поэтов-шестидесятников. Она – автор стихов почти трех сотен популярных песен, в том числе и про Нарьинмар. Идея провести вечер памяти своей землячки принадлежит кабардино-балкарской организации по содействию развития адыгской молодежи «Черкесский ренессанс». Появившись 55 лет назад, эта песня, благодаря своей мелодичности и неповторимости, стала своеобразным символом и неофициальным гимном заполярного города. Вот этот талант человека, который, не находясь здесь, но настолько почувствовал душу, тембр, настроение и сердца людей, что, написав эту песню, она вошла в историю. Песня «Нарьинмар» является неофициальным гимном, хотя, по большому счету, она является не только гимном нашего города, она является гимном всего севера. Музыка к этой песне была написана известным композитором Григорием Пономаренко. И знаете, вот когда хорошо совпадает мелодия со стихами, это получается вот такая песня. А мелодия – это как на упряжке мчимся. Может быть, потому оно так запало нам душу. И я тоже, когда с Северяной ездила по селам округа, мы везде ее пели. Первой исполнительницей стала Галина Шалькова, которой композитор Григорий Пономаренко и посвятил песню. Затем в исполнении Екатерины Шавриной и Кала Бильды песня стала популярной во всей стране. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Нарьинмаре прошло официальное закрытие Дней Ненецкой письменности. Встреча состоялась в Ненецкой центральной библиотеке имени Алексея Пичкова. В рамках Дней Ненецкой письменности в регионе состоялось более 70 мероприятий, направленных на сохранение развития ненецкого языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа. В их число вошли конкурс «Сохраним родной язык», «Литературные вечера», «Беседы» и многое другое. Ненецкая письменности – это ежегодная акция. Она играет важную культурную роль в сохранении и развитии нематериального культурного наследия и продвижении ненецкого языка в общественную жизнь нашего округа. Также на мероприятии прошла презентация переизданного сборника стихов на ненецком языке Василия Литкова «Дети моего стойбища». Зимник на Ринмар-Усинск планируют сдать в эксплуатацию в конце декабря. Воезная проверка с участием государственного заказчика, казенного учреждения ненецкого округа, Центр стройзаказчик и подрядчика «Строуниверсал» представители Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта ненецкого округа запланированы в конце следующей недели. Для проведения замеров толщины льда в составе комиссии на зимник отправится представитель ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Ненецкому округу. Сейчас подрядчик по строительству и содержанию зимника занимается проминкой и проливкой дорожного полотна, устройством снеголедовых дамб. Кроме того, на временной дороге будет организован дорожно-ремонтный пункт, два КПП, установлены информационные щиты и в целях безопасности водителей и пассажиров также будет организована диспетчерская служба и патрулирование. Протяженность зимника составит почти 55 километров. За счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги на Ринмар-Усинск, по сравнению с прошлым годом зимняя дорога сократится на 16 километров. Ориентировочно 20 декабря планируется открыть движение для автомобилей до трех тонн по ледовой переправе в районе села Устюса. Об этом сообщили в Усинском ДРСУ. Таким образом, в случае сдачи зимника на Ринмар-Усинск, в опытную эксплуатацию жители Ненецкого округа смогут попасть на большую землю уже в конце декабря. К концу декабря также планируется открыть зимник на Ринмар-Тельвиско. Подрядчик по строительству и содержанию зимней дороги Автомаркет ведет работы по устройству снеголедовых дамп и ледовой переправы через протоку Нижняя Казенная Виска общей протяженностью 120 метров и одной полосой движения с поочередным пропуском транспортных средств. Протяженность зимника при этом составит 5,7 километров, грузонапряженность до 50 тысяч тонн в год и расчетная интенсивность движения до 150 автомобилей в сутки. В Ненецком округе на едином портале госуслуг запущен сервис «Вызов врача на дом». Для получения электронной услуги нужна подтвержденная учетная запись на портале и полис ОМС. Для того, чтобы оформить вызов врача на дом, необходимо указать точный адрес. После регистрации и подтверждения запроса заявка через региональную медицинскую информационную систему поступит на соответствующий участок. Также необходимо иметь прикрепление к медицинской организации, которое можно проверить на портале через личный кабинет. Также через портал госуслуги можно записаться на прием к врачу, прохождение профилактических медицинских осмотров, диспансеризацию и получить ряд других услуг в электронном виде. Сегодня в Нарьинмаре дан старт губернаторским елкам. Первое представление для лучших школьников Ненинского округа состоялось в культурном центре Арктика. Новогодние губернаторские елки пройдут в период с 19 по 21 декабря. Их посетят отличники учебы и дети, добившиеся успеха в спорте и искусстве. В фойе культурного центра Арктика «Оживление» самые лучшие ученики, активисты и отличники учебы, успешные спортсмены пришли на театрализованное представление. Сегодня для них состоится губернаторская елка. Учимся в частности на 4,5. Тоже. Довольно-таки в седьмом классе тоже. Отличное настроение. Ждем от следующего года чего-то необычного, яркого, запоминающегося и интересного. Пятерок. Пятерок, конечно, тоже. В этом году губернаторские елки посетят около тысячи школьников со всего Ненецкого округа. Сто учеников приехали в Наринмар из отдаленных населенных пунктов региона. Проезды проживания в столице Заполярье для них за счет окружного бюджета. В общем, у нас пять детей. Два ребенка с пяти до девяти на елку. И три ребенка у меня в третий класс завтра придут. Это ребята, которые хорошо учатся. Которые везде участвуют, в конкурсах участвуют. Получают первые призовые места, даже окружные. Вот эти ребята у нас поехали на елку. Губернаторские елки будут проходить на Наринмаре два дня. Для младших и средних школьников коллектив Дома культуры Арктика приготовил театрализованные представления. Отличная идея! Смотри, смотри, смотри! Активистов и отличников учебы и старших классов ждет шоу-программа. Организаторы обещают. Будут сюрпризы. Представление отличается у нас. Для губернаторской елки это отдельно. И в этом году у нас артисты Арктики выложились по полной. То есть там прям-прям с применением технологий у нас квадрокоптеры будут летать. То есть на самом деле все круто. Приглашение на губернаторскую елку – большая честь для школьников. Увидеть представление могут те, кто хорошо учился, трудился и проявлял активность в течение учебного года. Выбирали, ну понятно как, да? То есть у нас на каждую школу у нас дается квота. И уже школа самостоятельно определяет. Это не только отличники. Бытует мнение, что у нас на елку попадают только отличники. Нет, это не так. У нас на елку попадают детки, которые в принципе активисты. Ты, может быть, учишься не на одни пятерки, но ты проявляешь свою активную жизненную позицию во всех стадиях. Это, может быть, спортсмены у нас в том числе, да? Волонтеры, ребята. То есть здесь говорить о том, что у нас только одни отличники – это тоже не совсем правильно. По окончанию представления детям предусмотрены подарки в рамках сотрудничества с компанией «Зарубежнефт». Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.